Субъективный закон, субъективный, это может быть один человек, это может быть один разум, это может быть распределенный разум, но он сам продукт чего, откуда он разумит? Ну, понимаю, я скажу, тот, что, так как я верю и обвести себя теперь на эти вопросы и ответы, но мое личное представление, я не строю, я убежден в верности Библии. Для меня надо быть по логическим путем, начало для всех начал, по логическим путем, то происходит от того, от другого, но на самом дне надо быть начало всех начал, так как я этого понимаю, это личный, очень интеллектуально одаренный личность, которую мы называем Бог. И это нельзя объяснить научным путем, но хотя мне это звучит логично, он логическое начало всех других вещей, логики и принципов в жизни, которые существуют. И для меня библейская позиция, как-то не хочу быть грубим, но это несовместимость с постепенным процессом эволюции. Так как сказано в Библии, человек и растения и другие живые организмы сделаны сразу, полностью работающие, целевающие и так далее, и так далее. А вот это уже хорошо. Нет, это просто вопрос, который я хотела задать. Как совмещается вера в Библию и в то, что написано про семь дней творения? Вот то, что мы видели, это же клеточная теория, то, что прописывал Сергей. То есть вы одновременно верите в семь дней творения, но оперируете понятиями клеточной теории, какой-то изначальной клетки, от которой потом все пошло? Нет. 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 Так как, мне кажется, это гармонирует с того, что я верю, в Библии сказано, что он создал все, так, в разные дни, растения, животные, человек, но вложил все живое в такая генетическая способность иметь многие разнообразия. Разнообразие, но в рамках вида. Так что мы это вынобидаем в реальной жизни. Виды никогда не ориентируют. Один вид не меняется в другой, но внутри вида там огромное разнообразие. Человеческий вид, даже, там, знаете, собаки более чем, кажется, 800 или более разных пород. Вот, некоторые здесь могут поставить другие, как, площади и так далее, и так далее. Но я не верю, не принимаю эту теорию, что Бог создал первые клетки и дал ее возможность развиваться постепенным путем. Для меня это не амбажирует никого, но это исключено по многим другим, так сказать, причинам. Если я просто помню, остался очень отличный вопрос о, собственно, Боге или вот этой личности, о которой мы говорили. Откуда он, кто он и куда он? Он, он, потому что, ну, слушайте, в этой аналогии, на самом деле, объяснение через Бога, это пример так, как объяснение через космос. Жизнь взялась откуда-то, или от Бога, или от космоса. Но в космосе она откуда взялась, и Бог откуда взялся. То есть все равно это какой-то, да? А не в этой аналогии, это произведение, которое вызывает новые вопросы. И, друг, по необходимости придем, по необходимости, вера. И вера в то, что Вселенная вечна, и она начала сама в себе, или Бог в самое начале, но из-за ограничения нашего разума, и так далее, и так далее, элемент веры неизбежен. И нельзя сказать, что я этого могу доказать, но это слишком, если надо быть с Мироном, это слишком сложно, и никто не может ответить из того или другого лагеря, я это могу показать, вычислить и так далее, и так далее. Ну, я и с другой точки зрения даже скажу. Мы здесь, и мы личные, интеллектуальные существа, у нас есть чувства, мы нравимся. Мне случится логично, что та причина, которая нас создала, наверное, мы похожи на нее. У него интеллект, у него чувства, ему нравится что-то, и что-то не нравится, и так далее. Если мы говорим о том, что все живые существа, растения, животные, бактерии, были созданы высшим разумом, Богом, ну, там, какое-то небольшое, условно говоря, для Бога небольшое время, и возникает вопрос, да, на этом высший разум, сверхинтеллект. И когда мы говорим о том, что созданы такие прекрасные существа, как человек, там, розы, жирафы, там, я не знаю, тигры, а вот гельминги, глисты, возникворные бактерии, бактерии чумы, это тоже задумка после этого года? Это очень хороший вопрос, и я не случайно говорю это, это очень похоже на вопрос, а если его есть, и он так добр, почему умирают дети, или есть войны, и там есть катастрофы, и откуда все это плохое, Бог, и так далее, и так далее. Так как я этого себя объясняю, используя то, что знаю эту Библию, этой темой, все началось очень хорошо, в самом начале, тот, который в Библию описывает как Бог, он создал все хорошо, там не было, никто не умирал, не было, да, не было, не было, как сегодня, одно животное, поедает другое, и так далее, все это не было в ариминальном замысле, так как Библия говорит, а я верю в это, и идея, его идея была, что человек был создан быть счастливым, чтобы он никогда не испытывал никакой боли, никогда не видел крови, смерти, все это, которое сегодня нас мучает, и как-то смущает, от которого больно, и так далее, и так далее. Проблема состоится в том, спорит Библия, и того, как я ее понимаю, человек, человек захотелось, как сказать, давайте придумаю какой-то радикальный пример. Если меня, глядя на успехи Владимира Путина, всей этой известности, и так далее, и так далее, вдруг, Тарвин захотелось, чтобы его так все камеры показывали, выбирали, что это очень сильная личность, и так далее, и так далее. Если я бы вошел в его офисе, так, за ухо, и попытался выбросить, как думаете, чего получится со мной? Наверное, в следующий раз не пригласите, или... Нет, никого будет приглашать. Да, или не захотите, потому что я бы сделал что-то очень продезикательное, и я бы оспорил неправильным, неосновательным образом одной легальной власти, так сказать. Это другая тема, давайте мы будем другая тема. Хорошо, но это связь с этим вопросом. Давай другой пример. Человек попытался смести Бога из его места. Если человек создан Богом, откуда у человека такая противосвожная мысль? Это было следующее. Человек может выбирать, каким быть. Это и делает нас разные, не выше. Значит, Бог позволил человеку быть смытьем, быть... Останно его возможность выбирать. Надеялся, что не выберет, но... А это ниже, ниже. Ну, представьте себе, если вы были роботом, и всегда делали все... Это божественно в человеке. Я могу идти сюда или сюда, и это я выбираю и последствия беру на себя. Знаю, это не... Нам хочется быть божественной, но в том числе... В то же время не хочется, чтобы когда выбор болезненный, как-то инкассировать неприятные последствия. А эти организмы... Мир ряско поменялся после бунта человека. И все в природе стало как-то... Само поменялось. То есть Грестов сделал человека. Это само поменялось. Это... Давайте спокойно, да? Это что-то, что я для себя еще не полностью выяснил. Если Бог поменял и сделал из нормальных организмов сами, которые будут вредить. Или это общая картина, как-то мир стал идти вниз. Все стало как принцип этой теплой смерти. Все в начале было... Бог делал так, что все было нормально. Он это поддерживал и обеспечивал. Человек как будто сказал Богу, иди в сторону, я и без тебя все будет хорошо. И занял его место. И занял частично его место. И сейчас живет как будто... Один пример. И на этом окончу. А может быть, есть и другой ответ. Некоторые из тех бактерий, которые сейчас нам дают болезни, наверное, были болезненные бактерии, которые были в животе, и там, когда мы едим растения другие. Но в результате это, как сказать, бунт Бога, и мир стал идти вниз. В результате мутации, из полезных мутации, сделали их вредными. Это тоже хорошее, на мой взгляд, объяснение. А у меня есть вопрос к Сергею Анатольевичу. Можно? Можно. А то мы сейчас... По поводу изменения видов. Вы сказали в процессе вашего выступления о том, что были разработки одного профессора, который сделал химическим путем, вывел клетку. Или описал процесс ее. Пригожий. Пригожий, наверное. Нет, Пригожий занимался химическим процессом, а другая группа ученых она работала с клеткой бактерией, пыталась там урезать дом. Нет, я говорю про создание искусственно выведенной жизни. Слабый процесс искусственно выведенной жизни, когда люди пытаются здесь воссоздать жизнь. Дело в том, что современные науки они проверяют все эмпирически. Вы знаете, что науки отвечают на вопрос, который могут исследовать лабораторных условий, другими словами. То есть мы сейчас о этом говорим. То, что можно взять и в лабораторных условиях воспроизвести. Но нету до сих пор, или может быть я не знаю, вы меня просветите, жизни, формы, которые могли бы существовать, жить. Помните, как мы говорили, когда бактерия вылезла на свободу, стала динозавром, стала бегать, всех кушать. Что создали ученые, я сейчас объясню вопрос, это овечка Доли, насколько я знаю, помните, овечка была создана, но в ЭКПОМ что-то закончилась катастрофой, потому что ее создали из яйцеклетки взрослой овцы, и вот эта маленькая овечка, она начала колоссально быстро стареть. То есть у нее заложенный богом механизм часовой, они не смогли обойти его. То есть овечка очень мучилась, в результате ее пришлось усыпить, потому что это были страшные боли, она стала быстро расти до той формации ДНК, которая была взята от овечки Доли. И второй момент, по поводу изменения видов, мы сейчас эмпирически, то что наблюдаем, ученые, они видят изменения, когда, например, ребенок рождается с двумя головами, или там с рукой, либо еще что-то, либо они пытаются прижить какой-то, трансплантировать какой-то орган, что-то прижить, но это идет на уровне мутации. Мутация является ли изменением видов? Если она является, она может ли передаваться на генетическом уровне? Другой говоря, если я родился с двумя башками, может ли я рассчитываю, что мой сын родиться с двумя башками? Является ли это эволюцией, или это мутация? Как, еще раз, очень много вопросов. Вопрос в том, является ли мутация доказательством эволюции? Изменение вида. Значит, смотрите, то, что мутация реально происходит, это факт, который невозможно отрицать. Ваш вопрос все-таки касается значения мутации. Является ли это изменением вида продолжением теории эволюции и развития мутации? То есть, роль мутации вот в этой эволюционной теории, она на самом деле очень важная, потому что, вот когда я рисовал эту двойную ниточку, которая размножается за счет того, что расплетается и потом строится на каждой нике своя копия, если бы этот процесс происходил совершенно безошибочно, никакой бы эволюции не было. Все бы копии были точно похожи на свой оригинал. Никаких изменений. Эволюция происходит именно потому, что этот процесс происходит с ошибками. Возникают некоторые ошибки. Большинство из них ведет сразу к гибели. То есть, это такие ошибки, как на фразе, невозможно прочитать такую фразу. Но если вы возьмете даже русскую фразу «я начну там менять по одной буковке», вы все равно сможете ее прочитать. Ну, вы почувствуете, что не совсем гладко читается, но мы понимаем. Такие мутации могут выжить. А некоторые из них оказывается обладают такими качествами, которые помогают им выживать в других условиях по сравнению с предыдущими копиями, которые не имеют каких-то качеств. А можете привести пример революции, которая имперически была наблюдаема из сознания науки? Ну, просто так, на скрипке несколько. Когда вы говорите «эмпирически наблюдаемо», то вы предполагаете, что, допустим, один человек стоит и на его глазах происходит революция. Я могу привести этот пример. Но революция в революции не могут занимать очень большое время. Поэтому многие считают, что то, что мы находим в качестве ископаемых останков, и когда мы это сравниваем с ныне существующими животными, и видим эту разницу, то это и является слово «доказательство» можно здесь слишком строгое, свидетельством того, что это изменение действительно происходит. теоретическим свидетельством. Можно уйти и о том, да вы, коротко только прокомментирую. Поскольку я это знаю, от мутации всегда, если существует эволюция в смысле Дарвина, надо быть этим путем, естественным, или, как говорят, в результате мутации, общее количество информации в живых существах, чтобы она постоянно увеличалась в результате мутации. Но это никто никогда не видел. Это не так? Ну, мутации всегда перенареждают только сменяют место информации, или ты убираешь информацию, но в результате, я, поскольку я не знаю, и не думается, что кто-то может привести, пример, когда в результате мутации общее количество появилось новое, не существует информации. Я соглашусь с том, что есть мутации, которые полезны, но они никогда не увеличивают общее, не введут новую информацию, потому что это всегда надо иметь. А полезные мутации есть. Давай, например, под землей, там, в пещерах, устанавливают, что рыбы нет глаз. И это очень хороший пример, когда информация на появление глаз у одной рыбы в результате мутации как-то было убрано. И у нее нет глаз. Но там, в этой постоянной темноте, это не проблема, предимство. Она когда как-то в скалахе, в одне все удрят, все удрят. Столкается, глаз это очень деликатный орган. И лесно может поранить инфекцию и так далее. Так что насчет убрания информации она получила какое-то предимство в процессе отцеливания. Но она не станала сложнее. Дина. Дина. Ульяна вопрос. Мы не хотим слово. У меня вопрос к Сергею насчет того, что как именно жить, например, когда она была в виде РЛК еще, как именно она различается от неженой материи, потому что по сути мы говорим то, что она различается тем, что мы выносим информацию. Что мы понимаем от этой информации, как мы когда мы говорим о высшем разуме, о сознании, если взять например, ладно, я не буду противов, потому что это будет редче, он есть, и это в моей жизни считается, мы пойдем к полочкам плюс клетку можно взять например самую простую какое сознание у клетки? То есть сознание из клетки и сознание по информации про сознание или ставишь на разуме? Это два разных вопроса скорее, которые сейчас смешалось смешалось потому что если рассматривать жизнь с точки зрения того, что жизнь это сознание то как мы можем утверждать, что сознание есть у одноклеточных и начинает начать с информацией чем именно живое отличается от неживого? Потому что если рассматривать теорию эволюционного происхождения того, что живая материя зародилась из неживого, то есть произошла такая химическая реакция, и, допустим, там переноса именно кислота, чем на тот момент от аминокислота назначается от неживого материи? Если я правильно понимаю вопрос, то здесь сложность сводится к тому, что да, в современном мире мы видим, что все живое имеет клеточную форму, но мы как бы не видим тех переходных форм, которые мы могли бы сказать, что это что-то среднее между живым и неживым. Хотя на самом деле вирусы, которые ты упомянул, это как раз тот самый вариант. То есть в отличие от входящегося из твоей стены рисунка, там нет никакой упаковочной оболочки, ну в смысле клеточной оболочки, да? Там есть генетическая информация, которая как бы спит. Хорошо, она находится в другой оболочке, это не клеточная оболочка, она в ней не функционирует, она в ней может только храниться. Для того, чтобы ей сделать копию самой себя, ей нужно проникнуть в какую-то живую клетку, строить свою информацию в существующую клетку, и эта клетка сделает копию этой информации. То есть разделившаяся клетка хоста будет содержать с ней информацию вируса, и таким образом вирус распространяется. Да-да-да, там много-много, поскольку вирус строит туда свою информацию, клетка начнет делать множество копий этого вируса, как бы не задумываясь, на автомате. Там все работает, как конвейер у формы, да, ну, вот, в конечном счете это огромное количество копий вирусной информации. Молекулы, да, информации, молекулы просто порубят другие, и все, и вирус дальше пойдет содержать другие. Я смог как-то ответить? Нет, потому что здесь как-то самое интересное, как мне это, извините, шею писать. Да, очень быстро облицаешь, а потом мы еще перейдем, потому что еще есть вопросы. Ага, вот этот вот пурьяный вопрос, он потрясающе интересен, с моей точки зрения, он как раз бьет вот в ту самую конкретную точку, где есть, соединяются такие понятия, как живое и неживое, и вот эта самая информация, да, потому что, когда мы говорим, допустим, приводим к примеру, вирус, да, который не является клеткой, где есть уже информационная запись в виде сложной, не какой-то одной имени кислоты или мочевины, а это именно закодированная информация, в которой уже встроена, как она будет, каким образом она будет размножаться, да, то есть это уже сложное закодированное поведение данного вируса. И вот разница между тем, каким образом мы видим, мы видим, мы видим камень или другие там генеральные вещества, где этой информации закодированной нет, и мы видим особую молекулу, которая несет в сети информацию. Вот каким образом, где, каким образом вдруг возникает такая химическая структура, которая записывает информацию? Вот здесь мы не видим пока из того, что я знаю, в науке, ответа на этот вопрос. Каким образом возникает информационная запись молекулярная? И это и есть начало жизни. Потому что вопрос ко мне, ребят, это я не знаю. Но в правильном деле мы понимаем, что все равно научены нет этого ответа. Я не могу говорить за всю науку, если я не знаю, как я понимаю, что по-моему. Вот. Значит, когда ты в данном контексте говоришь, откуда у этой молекулы эта информация, ты как бы отвечаешь, молекула, а вот информация. Молекула как запись, как носитель, правильно? А что на самом деле означает эта информация? Да. Это если мы вернемся опять к простейшей схеме жилова, то это на самом деле способность создавать свою собственную копию. Больше, строго говоря, ничего не нужно. Это лично не нужно. А все остальное, что мы видели, этот сложный механизм клеточный, когда кроме, собственно, копий этой молекулы создаются еще разные белки и так далее, все это, весь этот, вся эта сложная вселенная, которую мы, как мы говорили, видели, это все просто создание инкубатора, в котором будет храниться эта молекула, и в котором она будет воспроизводиться. А по поводу... По поводу... По поводу... И снова, в котором человек, в котором он не подогнал, я отвечаю не на этот вопрос, я отвечаю на вопрос про информацию... Долгосердежка. В самом простейшем деле, когда изучали молекулы именно РНК, вы обнаружили, что даже молекула РНК, сама по себе, в пустой пробирке, способна обеспечивать процесс самовоспроизводства. То есть она может создавать копию самой себя. Для этого ей не нужна даже клетка. То есть на химическом уровне такой процесс возможен. Молекула сама для себя играет роль катализатора. Вы знаете, что в химии есть такое понятие катализатора. Вещество, которое не участвует в химической реакции, но запускает или там обеспечивает ее проходить. Вот здесь самое место... Все. Вопрос, пожалуйста. Добрый день. Мне очень приятно, на самом деле, быть в таком обществе. На самом деле, очень правильно организована беседа. Модератору большое спасибо. Спасибо, да. Потому что мне понравилось сразу, что страсти, они так сразу и ушли. И мы можем вести диалог. И я хочу задать вопрос опять же Сергею Анатольевичу. Мне 40 лет будет в этом году. И в соответствии с этим я пришел... Я задавал вопрос у себя. Короткое вступление. Потом вопрос, почему я задаю. Я уверен, этот вопрос будет интересен каждому. Потому что он прям в воздухе сидит. Я, соответственно, родился и вырос в Советском Союзе в коммунизме. То есть в абсолютно атеистическое время, однозначно. И когда произошла перестройка, и я прошел мой подростковый период, я столкнулся с определенными трудностями в жизни. Я начал много читать философии. И на тот момент я не имел абсолютно никакой информации о каком-то сверхразуме, о Боге как таковом, и вообще там об Иисусе Христе и так далее. Я не имел информации никакой в доле 20-21. И вот в сложное время моей жизни я встретил одного простого парня, который читал Библию. И я задал ему один вопрос. Кто такой Бог? И он мне дал один простой ответ. Он сказал, Бог Отец, и он любит тебя.